Всем здравствуйте, я представляю результат работы второй группы проекта 15. Все мы чего-то хотим, и мы задаем вопросы, и хотелось бы автоматически на них получать ответ. И для автоматического решения проблемы удовлетворения запроса в пользователь используется диалоговый агент. Основной функцией диалогового агента является определение намерения пользователя. Для этого используются общения с пользователем на естественном языке. Одним из распространенных способов создания диалогового агента являются диалоговые сценарии с компонентом, классифицирующим намерение. Обычно это нейросети. Далее такого агента мы будем назвать бот на сценариях. Основной проблемой такого класса диалоговых агентов является сложность сопровождения. При желании изменить одно действие зачастую приходится менять значительную часть сценария. Боты на сценариях способны начать запрос пользователя только если такой случай предусмотрен в одном из сценариев, описать их трудоемко. Наконец, такой подход к созданию бота требует постоянной верификации, так как сценарий пишется человеком. И чтобы дать вам понять масштаб проблемы, я вам просто покажу участок так называемого дерева диалога, который представляет сценарий поведения бота. И это, как вы видите, огромная конструкция, куча взаимосвязей. И чтобы менять одно, нужно менять все, что с ним связано. Это плохо, это нужно, этот проблем нужно решать. Чем мы и занялись. Итак, что мы хотим? Мы хотим выделять из запроса пользователя понятия. С помощью набора логических правил заданного вида описать алгоритм, который однозначно определяет намерения пользователя по выделенным понятиям. И, наконец, написать алгоритм, генерирующий логические правила автоматически в процессе общения с пользователем, предполагающий от него обратную связь. Такого диалогового агента мы будем называть логическим ботом или ботом на правилах. Таким образом, можно сказать, что логический бот – это декларативный подход, а бот на сценариях – императивный. Итак, почему это позволит решить проблему бота по сценариям? Во-первых, отпадает необходимую верификацию. То есть, чтобы бот корректно работал, надо достаточно указать ему корректные правила. Во-вторых, в зависимости от выделенных понятий, бот сможет задать определенные уточняющие вопросы. Таким образом, воспроизводить естественный диалог. Третье. Все правила существуют независимо. Чтобы скорректировать поведение бот, достаточно вести за изменение в одно или несколько правил. Наше решение мы разбили на две части. Первая часть включает в себя антологию, которая дает формальное описание предметной области. Анализатор, который выделяет понятия из запроса. Решатель, который определяет намерения по выделенным понятиям. И вторая часть состоит из диалогового агента, который осуществляет общение с пользователем. Генератор правил, который автоматически генерирует логические правила. И, наконец, генератор антологии. Он создает антологию автоматически по тексту естественного языка. Сразу говорю, что все это решение было реализовано программно. То есть, есть программный продукт по каждой части этого решения. Сейчас вкратце о каждой части решения. Начнем с первой части. Антология – это форма представления знаний об реальном мире или его части. Для описания антологии мы используем язык дескрипционной логики. В этом языке есть концепции для обозначения понятий и роли для отношения между понятиями. В качестве примера мы описываем антологию банковских услуг. На данный момент имеется 50 концепций и 27 ролей. Каждая концепция и роль описывается синдсетом, то есть множеством слов или словосочетаний, которые выражают данную концепцию и роль в естественном языке. Нужно сказать, что данная антология является относительно маленькой. Обычно антологии имеют больше или равно 100 концепций. Кроме того, мы составили антологию на основе вопросов абитуриентов, чтобы проверить устойчивость алгоритма к разным предметным областям. Анализатор выделяет имена, концепции и ролей на основе синтаксической структуры предложения на естественном языке, которые представляются в виде дерева с помощью языковой модели. Данная модель строится с помощью нейросетевых технологий на основе размеченного корпуса текстов. Давайте посмотрим пример. Запрос «Как оформить кредитную карту». Анализатор выделяет роль «оформить» и концепцию «карту кредитную». Решатель. Решатель определяет намерение с помощью метода прямого вывода для дискрипционной логики EL. Запрос «ку» имеет вид «рит.цжитая», где «рит» — это «итая роль», и «цжитая» — «житая концепция» в нашей антологии. Проверяем существование намерения и «карту» такого, что вводима «ку» и «карты». То есть из нашего запроса мы вводим определенное намерение согласно заданным правилам. Но теперь нам нужно соединить концепции и роли в нашей антологии. Для этого мы формулируем то, что называется «базы знаний». Это набор антологических утверждений и набор правил. Первый набор определяет иерархию концепции, то есть отношение включения и пересечения, а второй — принадлежность запроса к намерению. Как это работает? Рассмотрим пример. Запрос «Как получить страхование автомобиля». Анализатор выделяет роль «получить» и «две концепции» — страхование и автомобиль. Формируем запрос в следующем виде. Мы видим, что у нас есть две концепции, которые в своей конъюнкции дают нам новую концепцию. Это из правила из набора «Т». И далее мы используем правило из набора «А», которое нам говорит, что в нашем наборе правил есть правило «Получить автострахование». И, исходя из этого, мы выводим намерение и нулевое, что в данном случае есть намерение оформить автострахование. Теперь переходим ко второй части нашего решения, которое включает в себя диалогового агента, генератора правил и генератора антологий. Генератор правил создает новые правила из выделенных концепций и ролей и сопоставляет и сопоставляет намерения, которые было определено некоторым классификатором, например, нейронной сетью, и набор правил «А» обновляется. Диалоговый агент, в свою очередь, осуществляет взаимодействие с пользователем на естественном языке, задает уточняющие вопросы в зависимости от результата работы анализатора и решателя и получает обратную связь. Теперь о генераторе антологии. Антология позволяет нам формально описать предметную область, но писать их достаточно долго и рутинно. По сути, вам нужны два человека, как минимум. Это специалист в предметной области и лингвист. И поэтому данный процесс хотелось бы частично автоматизировать. В ходе нашей работы было обнаружено, что наш анализатор, который мы построили для выделения концепций и ролей, способен также при определенной модификации генерировать антологии просто из неразмичного корпуса текста. То есть, по сути, на вход дается сырой текст. Например, вопрос абитуриентов с сайта университета. И по нему мы строим антологию, то есть множество концепций, множество ролей и множество пар роль и концепция. Эти пары формируются по тому признаку, что в корпусе они появляются вместе. Таким образом, мы получаем автоматически некоторую заготовку антологии, трозаурус, если хотите, и по нему мы можем уже руками дописать те связи, которые нам требуются. И таким образом вся рутинная работа автоматизируется. Теперь мы готовы рассказать о наших планах на будущее. Первый пункт в наших планах – это интегрировать генератор антологии с редактором протеже, который является общепринятым программным обеспечением для работы с антологиями. И выполнение данной задачи позволит нам сделать наш генератор полезным не только для нас, но и для специалистов в области теории антологии. Второй пункт – это добавить параметризацию роли. Это позволит выполнять более специфичные запросы. Например, как оплатить свет онлайн. Здесь у нас роль оплатить, концепция свет и параметр онлайн. Таким образом, мы формируем следующий запрос. И таким образом мы можем сопоставить более специфичное намерение. И таким образом повысить выразительную мощность нашего бота. Третий пункт. На данный момент в процессе обучения логический бот только добавляет правила. Если намерение определено верно, полезным будет использовать информация об ошибках. Так планируется редактирование текущего списка правил на основе неверных решений классификатора. И, наконец, последний пункт в наших планах – это развернуть экспериментального бота в НГУ. Предполагается, что бот будет отвечать на вопросы, связанные с учебой, как заказать справку, оформить академический отпуск и так далее. Это позволит нам получить базу сгенерированных правил, то есть обучить логического бота на основе вопросов студентов и, возможно, определить некоторые технические проблемы. У меня всем спасибо. Спасибо, коллеги. А, Алексей, ты... Да, спасибо большое. Сергей, если у меня сейчас дам последний шанс этому интернету, потому что здесь все дикая жара, наверное, не выдерживает оборудование. Если еще раз так получится, что провиснет, и я ничего не буду говорить, это не значит, что я испугался, а потому что интернет и технологии не позволяют мне связываться с вами. Вопросы, пожалуйста, к такому чудесному и очень интересному докладу, который очень связан с нашим будущим, будущим каждого из нас, как я понимаю. Там руки появились. Так, давайте по списку. Казанцев Федор, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос. Получается, вот этот бот, он пытается решать некие обобщенные проблемы или же он ориентирован на решение конкретной предметной области, в частности, университет. Просто если он конкретно правильную проблему решает, то почему бы в рамках постановки вопросов, все равно это в какой-то системе, в Телеграме или где-то там еще, уже не формулировать ответ на нее. То есть я и так всегда пользуюсь автозаполнением полей по первым буквам. Сразу же ему выдавать эту цепочку, проходить с пользователем, и не разбирать это потом семантически. Почему бы не сделать так? На стороне клиента вопрос старого структурировать, предлагая ему варианты. Так, первый вопрос. Я здесь увидел два вопроса. Первый вопрос касается универсальности бота. Если я правильно понял, то отвечаю. Он действительно универсальный. Все, что нужно, это сменить антологию. То есть он меняем антологию, например, с банковских услуг на ритейл или с ритейла на университетскую тему, и он будет, соответственно, вести себя по-разному, отвечать на соответствующие вопросы. И второй вопрос касается автозаполнения. И здесь я не понял, автозаполнение чего? Давайте я поясню, что сейчас все пишут в Телеграме, используя системы дополнения именно слов. Пишешь первые две буквы, он тебе уже продолжение дописывает. Почему-то девять? Почему-то девять. Сейчас, ну, в Телеграме тебе предлагают, что заполнять дальше. Так вот, почему бы именно эту систему не внедрять именно в сам телефон? И вот я обращаюсь в универ, и у университета есть набор предоставляемых услуг и сервисов. И он уже дает эти цепочки сразу же в системе, и там именно автозаполняются возможные цепочки уже самим клиентам, а не на стороне сервера вырабатывать запрос целиком на предметной области, а не наформулировать запрос на языке предметной области, используя вот эти вот цепочки уже выстроенные кем-то, что можно делать. Боюсь, что о той технологии, о которой вы говорите, я не слышал. Вероятно, кто-то из моих коллег слышал и сможет ответить, прокомментировать. Есть такие? Можно уточнить вопрос? Извините меня, я точно такой же слушатель, вот как этот человек, который задает вопрос. Здесь речь идет о заполнении в каком смысле, что этот бот, он может воспринимать текст, который вводится и печатается где-то на каком-то устройстве, и бот, который воспринимает запросы, вопросы, которые голосом, голосовым способом задаются. Здесь о чем идет речь? О заполнении чего? Здесь, так сказать, восприятие информации какое? Что это печатается, что-то вручную заводится? Или что это, так сказать, реакция тоже на голосовой запрос? О чем вопрос? Судя по докладу, это в письменном виде все вводится. Нет, в любом случае информация принимается как в текстовом, а человек может и голосом вводить, но в любом случае мы обрабатываем текст. Предложение на естественном языке, написанное. Я думаю, это уже вопрос к конкретной имплементации. Это действительно интересная идея, как это сделать лучше. Но я думаю, об этом просто стоит подумать. Я не думаю, что это было главной задачей в проекте. Может быть, здесь речь идет о том, что семантика здесь, так сказать, на первом месте или какое-то введение первых символов, по которым дальше проходит угадывание, примерно о чем будет запрос? Может быть, в такой плоскости это вопрос? Ну вот я представил себе это, как, когда ты вводишь вопрос в Гугле, он тебе выдает несколько предложений, что ты именно пишешь. Возможно, это так. Но, по-моему, это уже больше имплементации, чем бэкэнд. Хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу. Анастасия Карпенко, пожалуйста. Я вижу, у вас поднята рука. Да, большое спасибо, коллеги, большое спасибо группе за доклад. Я вот услышала и в первой половине, ну, то есть у первой подгруппы 15-го доклада, и второй, что планируется дальше продолжать работу над проектом. Вот хотелось бы понять, в каком виде это будут. Это будут какие-то там проекты студентов или, может быть, там группу, их там наставники, кураторы пригласили. Это вот первая часть. Если на нее ответят, я потом еще один комментарий себе позволю, если можно. Так, у меня, Артем, да, лучше. Да, наверное, на этот вопрос лучше ответить мне. Тут, вообще, если говорить конкретно о формате дальнейшей работы, то мы это пока что сейчас обдумываем. То есть есть несколько вариантов, но это еще нужно будет нам отдельно обговаривать, чего мы не делали во время воркшопа. Решили это отодвинуть, но потом. Большое спасибо за ответ. Ну и вторая, как бы, часть-комментарий. У нас сейчас, как бы, возможно, в следующем семестре будет такой шанс, как реализация студенческих проектов инициативных. Да, и если действительно, как бы, группа хочет продолжать, ему это интересно, и вот можно там написать чат-бота, да, какого-то, про что мы говорили для, там, цели университета и факультета, возможно, что даже это можно будет провести как студенческий инициативный проект, ну и соответствующий, там, поддержкой в виде стипендии. Это вот для информации, а к предыдущей дискуссии, да, значит, по поводу вопроса Федора, хотела бы еще прокомментировать. На самом деле, я как зам декана Мехмата очень часто общаюсь с вопросами студентов, и на самом деле вытащить из студента, что же конкретно он имеет в виду, достаточно сложно, и мне даже иногда не удается там 5-7 моих вопросов, поэтому если действительно будет какой-то вот такой интересный помощник, то я думаю, это будет замечательно, но относительно, как бы, самого там вопрос-комментария Федора, мне кажется, что мы одной подсказкой для наших студентов не ограничимся, они иногда просто не понимают, о чем хотят спросить, вот, но это скорее комментарий, спасибо. Спасибо, Анастасия. Следующий вопрос, следующая поднятая рука от Антона Барматова, пожалуйста. Да, еще раз здравствуйте. Вопрос, собственно, вот в продолжении того, что только что обсуждалось, как просто очень часто проблема с тем же самым Гуглом не в том, что там где-то информация очень глубоко и далеко, а в том, что нужно правильно сформулировать свой вопрос. И если, ну как, пользователь этого чат-бота задает какой-то вопрос в свободной форме, как-то происходит, может ли как-то учитываться то, что он спрашивает не то, что хочет узнать. Вот, ну то есть он может спросить, но, например, он до конца еще не знает, как правильно называются какие-то вот, не знаю, какие-то термины он до конца не знает или что-то еще, можно ли это как-то в принципе учесть. То есть если человек, например, хочет оформить ту же самую кредитную карту, может быть он не знает, что есть там дебетовая и кредитная карта, чем они отличаются, какие там платежные системы и все такое прочее. И если чат-бот будет задавать ему вопросы, а какую вы хотите, ну то есть может быть тут, может ли быть какая-то система вот именно, которая помогает пользователю узнать, что он хочет и задать нужный вопрос. Ну я вопрос понял. Да, действительно, такие моменты учитываются. И они учитываются при помощи так называемых антологических утверждений, которые по сути устанавливают отношение включения и пересечения концепций. И у нас есть концепция карта, и она включает в себя концепции карты дебетовая, карта кредитная. И если пользователь спросит оформить карту, то согласно этим антологическим утверждениям возникнет проблема, то что неоднозначно выводится. намерение. И тогда будет уточняющий вопрос, а какую именно карту вы хотите уточнить? И возникнет концепция дебетовая карта и кредитная карта. И все в похожем духе с помощью вот этих отношений, семантических отношений включений, пересечения, производных каких-то слов, она учитывается. И таким образом мы сможем более точно формулировать уточняющие вопросы. Я понял. А тогда вот такой еще, может быть, подвопрос. Может ли, в принципе, вот такой вот логический чат-бот отвечать на вопросы вроде, как сделать так, чтобы, и дальше, что человек хочет сделать? То есть он не знает, куда обращаться, как вообще, к чему это относится, он просто хочет сделать вот так. Можно ли как-то это формализовать, не знаю, как-то обрабатывать? Ну да, здесь мы опять же опираемся на синтаксическую структуру предложения. И здесь структура такая, как сделать так, что. И потом у нас идет какая-то клауза, то есть существительный плюс глагол. Там в любом случае уж это будет предикат, типа сделать что-то. И тут будет концепция «это что-то», ну и сделать это будет ролью. Поэтому в любом случае эта информация будет вытащена, и на основе этого мы предложим пользователю что-то сделать. То есть там возникнут, скорее всего, варианты, типа сделать то-то, сделать это. То есть возникнет некоторая неоднозначность, но при этом уточняющие вопросы возникнут, и, возможно, это поможет пользователю. Ну, я уверен, это поможет пользователю. Ясно, интересно, спасибо. Спасибо вам большое. У нас очень оживленная дискуссия сейчас идет, и у нас, я думаю, остается время только на один небольшой вопрос. Я вижу поднятую руку от Миши Генаева. Пожалуйста, если у вас небольшой вопрос. Да, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, я, насколько понимаю, сейчас вообще вот эта вся тема создания чат-ботов, она популярна. Есть чат-боты у крупных компаний, например, Алису Янтекса, там у Амазона есть чат-бот, Сбербанк недавно запустил своего чат-бота. И известно ли вам, какой стек технологий лежит в основе вот этих чат-ботов крупных корпораций, какой математический аппарат там используется, и чем вот ваша работа дополняет или вносит что-то новое в данную предметную область? Ну, так, хорошо, я скажу что-то от себя, и, возможно, что-то Артем добавит. Ну, от себя могу сказать, что лично мне не совсем точно известно, какие технологии используют, там, Амазон или Яндекс, поскольку чаще всего это просто корпоративная тайна, но чаще всего это просто некоторые нейронные сети. Сейчас очень популярны языковые модели типа BERT, Transformer от Google, но основа там именно нейронные сети. Что мы хотим? Мы хотим дополнить этот стек с нейронными сетями логическими правилами, и таким образом мы видим, что в комбинации логического подхода семантического программирования, если хотите, и нейронных сетей, мы можем добиваться более лучших результатов, лучше, в том смысле, что они, во-первых, они интерпретируются лучше, и, во-вторых, их поддерживать лучше, и, ну, поддерживать лучше, как я и говорил, по сравнению с обычными нейронными сетями. Вот, ну, вероятно, Артем что-то добавит, поскольку он в этой индустрии дольше меня явно. Ну, в общем-то, Константин все сказал верно, то есть, что в основе, как правило, то есть, что точно у них используется, мы не знаем, но вообще самый популярный сейчас подход, это вот именно на основе классификации интентов, то есть, предполагается, что пользователь может одной фразой выразить то, что он хочет, и мы можем как-то вытащить смысл из этой фразы. И, собственно, вот для вытаскивания смысла используются какие-то нейросети вроде того же Берта. но если говорить о каких-то более сложных сценариях, то есть, когда человек что-то сказал, бот ему задал ответный вопрос, ну, то есть, они в итоге говорят по какому-то сценарию, который можно нарисовать в виде дерева, то, ну, я так полагаю, что там вот как раз-таки вот такие деревья рисуются в каком-то виде.